Отзыв или лучше сказать итоги годового использования умных часов Samsung Galaxy Watch с небольшим сравнением с Galaxy Watch Active. Чуть менее года назад я выпустил ролик на тему Galaxy Watch и в принципе смарт-часов в целом и сделал некоторые выводы. Что изменилось за это время и какие оказались реалии каждодневного использования, забегая вперед могу сказать, что весь функционал сузился до пользования некоторыми функциями и приложениями. Он довольно ограничен, но эти функции действительно интересны, я к ним привык и хочу рассказать, поделиться своим опытом. Итак, по пунктам. Опустив самое банальное, просмотр времени, все-таки это часы, хоть и умные, то вторая и самая основная возможность это уведомления от приложений. Выставил уведомления от звонков, сообщений, ватсапа, почты. И все это действительно очень удобно и этим никогда не перестаешь пользоваться. Особенно ощутимо, когда заняты руки, а такое бывает крайне часто. И особенно часто, если у вас маленькие дети, например, и нужно посмотреть, что прилетело на почту или тот же самый ватсап, не доставая телефон из кармана или не разыскивая его по всей квартире. Сюда же можно отнести возможность ответа и разговора с помощью часов на входящие звонки. Стараюсь избегать таких сценариев, так как слышимость и качество передачи голоса хуже, чем разговор напрямую по телефону. Но тем не менее, нет-нет, да раз-два в неделю пользуюсь этой функцией. Что касается мониторинга шагов, этажей и прочей активности, ну, например, бега или езды на велосипеде, все это часы делают, записывают, хоть и с погрешностью. Но я перестал обращать на это внимание и сведения спустя несколько месяцев использования. Дневная физическая активность, конечно, прибавилась, учитывая, что поначалу часы мотивировали на прохождение минимальной нормы шагов. Но по сути, спустя полгода использования, совсем перестал за этим следить. Хотя все нормы до сих пор выполняю уже по привычке. Еще одна очень удобная функция, это Samsung Pay. Ей также пользуюсь, но уже немного реже, чем поначалу. Ну, во-первых, потому что часы не всегда срабатывают, не на всех терминалах. Возможно из-за отсутствия технологии MSC в этих часах. Возможно по каким-то иным причинам. Если телефон, например, мой Galaxy S10 или Note 10+, на моем опыте срабатывает в 95% случаев, то Galaxy Watch уже процентов в 70%. И если честно, из-за этого лишний раз не хочется проводить оплату часами, теряя на это время. Это еще не учитывая, что при первой оплате после одевания нужно каждый раз вводить пин-код при запуске Samsung Pay. Да и скорость загрузки Samsung Pay на часах заметно дольше, чем на смартфоне. И все это приводит к редкому пользованию оплаты часами, хотя возможности отличные, и пользоваться ей в целом удобно. Постоянно пользуюсь управлением музыкальным плеером на часах. Даже при совместном использовании с беспроводными наушниками Galaxy Buds, с помощью которых жестами тоже можно управлять музыкой, все равно переключаю треки на часах. Мне так удобнее за счет визуальной идентификации проигрываемой музыки. Просто видно на часах, что вы включаете, как-то мне это удобнее. По поводу автономности и батареи. В моих сценариях и режимах работы от зарядки до полной разрядки часы живут около 4-5 дней. За год использования я даже не заметил, что устала батарея. Автономность меня полностью устраивает. Сама зарядка от того же комплектного зарядника довольно быстрая, чего нельзя сказать о реверсивной подзарядке с помощью смартфона. Ну, пресловутый S10 или Note 10+, который очень долго заряжает эти часы, и пользуюсь этим в крайнем случае совсем редко. Что касается прошивки и программного обеспечения, то за год использования ПО часов обновлялось по воздуху на память примерно раз 5, и регулярно обновляются сами приложения, в том числе утилиты Samsung Wearable, с помощью которой часы управляются со смартфона. Кстати, вполне удобная, хотя за все время открывал ее не более 10 раз, когда требовалось поменять какие-то настройки, ну, что-то посмотреть. И, пользуюсь ей тоже редко, нет необходимости. Из этого можно сделать вывод, что Samsung следит за своими продуктами, ну, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Что касается ошибок, глюков и прочего, то их настолько мало, что сейчас пытаюсь вспомнить и не могу, даже не знаю, про что сказать. Ну, вот единственное, наверное, да, это радиус соединения по Bluetooth со смартфоном, особенно в квартире, он не такой большой, как хотелось бы. Метров 6-7 с учетом бетонных стен не более, то есть, если вы там и в дальней комнате на кухне находитесь, они теряют связь. Что касается материалов использования и исполнения самих часов, то за год часы почти не потеряли свежий внешний вид, и это при активном использовании. Конечно, есть небольшие царапины по самому корпусу, еле заметные глазу, если присмотреться, но в остальном по корпусу материалу и сборке ставлю твердую пятерку. Сам же дисплей вообще не единой царапины, действительно, очень качественно, высоко качественно сделан. И теперь хочу добавить 5 копеек про младшего брата этих смарт-часов, Galaxy Watch Active, на примере подарочных за покупку Galaxy Note 10+. По сути, в этих часах мы получаем аналогичный функционал, но с некоторыми оговорками. И вот по пунктам. Батарея в 2 раза слабее. Ну, оно и понятно, почти в 2 раза меньше объем. Ну, в отличие от Galaxy Watch. Если Galaxy Watch хватает на 4-5 дней использования, как я сказал, то Watch Active это не более 2, ну, максимум 2,5 дней использования до полной разрядки. Качество дисплея. Запас яркости чуть ниже, чем у Galaxy Watch. Особенно это заметно на ярком солнце, когда такой параметр особенно актуален, чтобы можно было прочитать какую-то входящую информацию. При исходной записи в 4К 60 кадров хорошо видна меньшая частота обновления кадров и, соответственно, мерцание на Watch Active, чего почти незаметно на тех же самых Galaxy Watch. У Watch Active нет возможности осуществлять звонки и разговаривать с помощью часов. Это, конечно, большой минус, не понимаю, почему не реализовали. Совершенно разная эргономика и форм-фактор. Органы управления у Watch Active это всего лишь 2 кнопки. Нету чрезвычайно удобного безеля, как у того же Galaxy Watch. При этом сам дисплей имеет очень толстые рамки, которые визуально, на мой взгляд, съедают полезную площадь дисплея. Ну, почему-то интуитивно хочется, чтобы они были поменьше. Тем не менее, такой минималистичный дизайн вполне кому-то нравится и подходит гораздо больше, чем дизайн старших Galaxy Watch. В этом плане спасибо Samsung за возможность выбора. Еще могу отметить то, что Galaxy Watch частенько цепляются за одежду и посторонние предметы. Часто цепляются, прокручивается безель. И все это, конечно же, из-за геометрии корпуса. В этом вопросе у Watch Active явное преимущество. Ничего не цепляют, ничего не прокручивается и не нажимается. Но это со слов супруги. Почему эти часы назвали Watch Active, не совсем понимаю. Функционал, по сути, такой же, но чуть урезанный от Galaxy Watch. Погрешность в мониторинге внешних данных присутствует. И большая точность мониторинга явно не их конек. Ну, как и у оригинальных Galaxy Watch. В остальном, возможности Watch Active полностью повторяют все то, что я описал про Galaxy Watch, за исключением некоторых нюансов. Знаю, что функционал смарт-часов гораздо шире. И я тоже поначалу пользовался большим количеством приложений. Но со временем все свелось к небольшому, но очень удобному набору функционала. Который действительно оказался полезным в повседневном использовании. А не просто присутствует для галочки или маркетинга. Как это любит Samsung. И если в первом ролике про смарт-часы я говорил, что это приятный и удобный гаджет, но не обязательный к покупке. То остаюсь при таком же мнении даже спустя год использования. Но лично себя начинаю ловить на мысли, что не готов отказаться от пользования этими часами. И по возможности, конечно, буду стараться их носить. Может быть какие-то другие со временем. На данный момент это Galaxy Watch. И действительно это остро замечаешь, когда забываешь часы дома, уходишь на улицу. И вот немножечко их, конечно, не хватает. Ну, это такое мнение. Завод использования умных часов. Надеюсь, это мнение кому-то может оказаться полезным. Поможет в выборе смарт-часов. Ну и всем спасибо за просмотр.